зайчики вы проснулись кофе сделаю быстренько делай почти 7 часов а мы еще без кофе ой народ народ вчера лежу смотрю телевизор вечер после огородика и такое голову стук так что-то надо мишель позвонить не знаю чего чего мне голову стук надо набрать мишель набираю долго телефон не отвечает думает а что ж такое что ж такое пишу сообщение на сообщение не отвечает еще я продолжаю набирать надо так нам отвечает не понял что за суп и что случилось с и по я больше так не могу что ты больше так не можешь сегодня зашла в банк денег на счету мало я сейчас мало скоро будет больше и вчера кстати удалось оформить пособие по безработице это она сделала даже прежде чем это сделала я то есть мы со вчерашнего дня с ней обе безработные беззаботные я люблю лишь радоваться надо скоро деньги начнут приходить дармовые государственные а ты плачешь не знаю не знаю че идти в школу че забирать оттуда деньги я говорю не уже раз надумала тоже конечно туда деньги не забирать включать мозги и наверное чуть-чуть потеребить своих мужчин хотя бы отца ребенка так и так приезжай поехали поедем купим китю покушать или еще в каком-то короче короче денег никто не дает значит плохо говорила я где-то и стругать так есть кому яких кормит так одни женщины я сама такая что никогда не у кого ничего не попрошу а ее шучу уму разуму понимаете потому что она ж рыдает ее ж надо чем-то успокоить я ж начинаю закидывать свои штучки говорю да Мишель блин ты не то что справишься ты говорю во первых не то что коня наскаку у вас становишь и вообще говорю разве ты женщина ты мужик просто у тебя не выросло то дело говорю во всем остальном она как начала ржать я говорю о видишь ты уже не плачешь ты уже смеешься это уже хорошо говорю у тебя там стакана венца или виски какого-то не найдется налей себе рюмочку пойди блин яж перед телевизором включи телевизор расслабься и ни о чем не думай говорю боже сколько той жизни это ж так и дело сегодня нема завтра есть у свекрови пенсия есть есть кушать у вас есть что есть если не вовремя заплатишь за квартиру то вроде есть чем не за квартиру так а чё ты рыгаешь вот жалко ей себя стало в какой-то момент иногда надо себя пожалеть я потом говорю а ты подумай кому сейчас хуже чем тебе ну и привела наш наш пример она говорит о не дай бог видишь уже не так все плохо так что руки в ноги в ноги в руки и давай хорош плакать сегодня решили с ней встретиться мне надо поехать до наших синдакалистов по небольшим делам во первых для алены номер два надо узнать я не знаю кто кто из наших украинских беженцев если меня кто-то смотрит и у кого-то есть дети получают ли они осенью унику это доплата на детей потому что некоторые которые с аленой живут они получают алена при недостаче документов этого не получала потому каким нужен внутренний паспорт если нет внутреннего паспорта то тебе не делают фолио и з то есть доход на семью все начинается с этого внутреннего они делают внутренний паспорт потому что у вас как бы нет прописки лере мы сделали но тогда их прописывали улиц улица коммунальная 1 всех но получается что если вам надо по адресам искать этих людей то они ж могут разбродиться по всей италии вы их не найдете понимаете поэтому перестали делать эту прописку сейчас вроде им пообещали эту прописку дать ну а мне надо поехать узнать не нужны ли свидетельства рождение детей потому что если они нужны они должны быть переведены легализированы ну в общем там знаете целая заморочка с документами в свою очередь я определила что моё личное свидетельство о рождении имеет двойную букву n в имени все остальные документы с одной буквой n поэтому не знаю повлияет ли это на мою дальнейшую там пенсию или или как надо ли менять документы в украине тоже интересный вопрос тоже надо этим заняться в общем знаете бумажные дела как говорится никто не отменял теперь насчет комментария насчет печени вернее паштета из который может быть только из печени о чем вы ребята говорите я еще помню как мы ездили в польшу во первых рыбный паштет тоже очень вкусный а мы покупали свиной паштет на продажу божия кац и было вкуснятина ребята открываешь ты эту баночку там свиной паштет такой прямо розовенький ну понятно что там были всякие добавки если вы его сделаете дома это будет вкуснее но они ж туда гады добавляют вот это сальце и вот это все переболота на из приправки ты так вот на хлебушек мажешь и тебе больше в жизни вообще кроме соленого огурчика и 100 грамм вообще ничего не надо это было первое не знаю мы когда ехали в дорогу так у нас вот это пару этих паштетов и даже были поездки длиннючие и так только ты приехал в польшу затоварился приехал домой товар скинул через два дня этот товар продался и ты опять едешь и жизнь это было постоянно на колесах понимать так у нас вот эти паштеты вот эти вот все даже готовить некогда было чтоб там допустим а ты там курицу супер дорогу я к там курица банку консерва в дорогу кину и все дела а еще б я съела паштет из печени по я тогда бы не ела печени трески но это опять печень да не поверьте что мясные паштеты очень вкусные я вчера свой паштет я сделала себе рисовые чипсы я конечно вам не показывала рисовая мука чуть-чуть добавила обычной муки сделала такие тоненькие-тоненькие на сковородке их это сам и я на этот хрустящий чипс вот этот паштетик так так ребята я по половину этого паштета вчера в молотила грамм 250 согласитесь что это немало прямо с таким удовольствием живой а потом еще тирамису закусила думаю не лилёк вперед на рот из песни потому что ты сейчас будешь тут шевша чем душа не я не поправилась все нормально широкая кофточка балахончик так что мои 70 килограмм остаются при мне зашла до луиджина у него все время батареи были включены это сейчас подключил ребят ну холодно посею кая морковочку боже як у него холодно температура с разницей я очень хорошо своим телом меряю температуру но где-то градусов 5 это стопудово у нас сегодня наверное солнышко не матушь обычно сюда солнышко у нас летит а это сегодня у нас пасмурная погода хочу глянуть что там что там тут укропчик наш ужас как холодно боже я к ноготке цвету человеке я как раз так думаю завтра поехать на куплю эти профиля то начну заниматься грядками идем туда до ноготочков у вас туда можно уже цветочки собирать чаю к себе заваривать не новая гляньте как они еще такие знаете пышные но вот эти вот не колеровочка а тут их ай-яй-яй-яй-яй скоро весь огород будет в ноготках так это у меня пепел стоит дашь мне морковку наверно сюда посеять морковку боже травы сколько наросло и штука с луиджина ее вырывали целый день сегодня по мазрам кулу я думала поеду так с мишель собирались а потом потом передумала я так так сходы заходы ничего не видно мы его так травой накрыли швоном уже и чуток лишнее ну ладно время покажет эй бруно шо ты там пыляешь перец стоит как молодой как молодой стоит пусть работает человек сейчас я возьму это наверное граблям и я вот это вот тут делаем у нас был укрывной материал видите практически трава не растет так что в этом году я все грядки накрываю укрывным сейчас грабельками прогребу морковку посею и все все дела на улице прохладненько ребята такая погодка непонятно шо так что и хотела бы на прогулку то не хочется по такой погоде или небо стало а сейчас раз греб греб чего тут только нема сейчас вот так вот пару рядочек думаю шо до посадки помидор якась морковка вырастая правда наверное еще улитки спят кто ж ее жрать будет если что-то вырастет то мы покушаем а вообще-то где ночуют улитки то есть зимуют как медведь в берлоге лапу сосут чешу что их сейчас не видно а как только огурчики а как только им свежую зелень так они ж гады тут как тут прошлогодняя пролога а чего тут только нема на этой земле а ладно мне этого будет достаточно сейчас вот у меня такие типа песчаный грунт морковь аж песок любят мандолит прям рассыпчатый сейчас прям туда улочки посыплю что это за тряпки то и прям сюда можно было чуть-чуть семенами сейчас я ж менее наверно семенами смешаю легче сеять будет да с песочком морковку чищем через киселем мешают ну я ж понимаете с меня такой сажальщик как вот закинула так оно и будет скажут вспомни говно ось и оно видали где они живут вот так вот решила семена закуролесить а тут улиток полно шантанеты мою шантанет интересно тут ее много этой шантанутой ну прилично ребята прилично сейчас мы ее так вот расшантанируем и будем уже сеять вместе с землей сначала эту сначала землю посеем вот так вот а потом морковку в описании Lecture 1 1 2 3 2 2 2 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 грабли упал и все хорошо тут у чуть-чуть куплю сейчас вот руками